Здоровый младенец, который родился, который находится на грудном вскармливании, обычно частота стула его совпадает с числом кормления. Мама кормит его 6-7 раз грудью и обычно столько раз опорожняет кишечник ребенка. К 3 годам мы настаиваем педиатры на именно этой кратности стула. Здоровый младенец должен иметь стол 6 раз за 7 дней. Вопросы о приучении ребенка к горшку – это вопросы очень сложные, поскольку наши мамы, они очень требовательны к ребенку, они хотят, чтобы вот во втором полугодии жизни, когда он уже начинает пытаться сидеть, мамы точно так же хотят, чтобы он уже понял и стол опорожнял в горшочек. Но ребенок не понимает, чего от него хотят. Согласительно, есть такой документ международный ученых из разных стран, что оптимальным временем для приучения ребенка к горшку является возраст 18-24 месяца. Ни в коем случае не надо форсировать сам процесс приучения ребенка к горшку. Каждый удачный момент, который у него получился, ребенку надо подхваливать. Его можно обнять, сказать, какой ты молодец. Ну, очень важно выбрать место в квартире, поскольку, ну, вот как кошка, да, рефлекс же у кошки в определенном месте, у нее есть лоток. Поэтому ребенка тоже надо приучить, чтобы горшок был не по всей квартире выносили, а чтобы все-таки он был в том месте, где наиболее его целесообразно держать, чтобы ребенок знал свое место. Очень важно не приучать ребенка раннего возраста ко взрослому унитазу. Многие пытаются приобрести маленькие сидения и усаживать ребенка в унитаз. Это вредно, потому что у ребенка болтаются ноги. Для того, чтобы осуществить дефекацию, очень важно, чтобы он ножками опирался о пол. Поэтому горшочек должен быть правильный по размеру ребенка. Вот для ребенка, скажем, годовалого, ну, и для ребенка трехлетнего возраста он должен быть, соответственно, большего размера. Горшок может быть разных цветов, пожалуйста, то, что ребенку нравится. И очень важно, чтобы он не был музыкальный, потому что вот эти патологические рефлексы, когда ребенок слышит музыку, вдруг он начинает сам процесс дефекации, это приносит вред. Много детей, которые имеют запоры. Поэтому очень важно, конечно, обращать внимание вот на кратность стула, на его консистенцию и насколько ребенок при дефекации испытывает ли натуживание, если у него чувство неполного удовлетворения. Потому что вот это натуживание в момент дефекации, он краснеет. Это связано с тем, что у него либо слабость мышц, то есть надо посмотреть, насколько он обеспечен железом, нет ли у него анемии, насколько он обеспечен витамином D, потому что мышечная гипотония является следствием вот этих вот этих дефицитных состояний.